Теоретический лицей имени Лучана Благи, одно из учебных заведений, расположенных в Приднестровье, но подчиняющихся Министерству просвещения Молдовы. Там обучаются по программе соседней страны. Большинство выпускников поступают в вузы Молдовы и Румынии. Сейчас в лицее учатся около 150 приднестровских детей. Преподавательский состав тоже жители Приднестровья. В адрес службы госнадзора республики поступило обращение одного из учителей, где указывалось, что в лицее не своевременно выплачивается зарплата. В связи с тем, что в компетенцию службы госнадзора входит осуществление госнадзора за соблюдением трудовых прав граждан в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдовской республики, мной был подписан приказ о проведении неочередного надзорного мероприятия. После того, как сотрудница службы госнадзора не получила от директора необходимых документов, она вызвала сотрудников милиции. То есть вы отказываетесь, причиняется приказу, вы с ним ознакомились, и вы отказываетесь? Да, я отказываюсь. Ну, почему? Значит, я тогда составлю на вас подков, да? Пожалуйста. С самого факта этот подков будет осматриваться в суде. Происшествие активно обсуждалось в молдавских СМИ. Ситуацию прокомментировала и глава Приднестровского МИДа Нина Штански. Наши международные партнеры неоднократно подтверждали необходимость осуществления всех контрольных мероприятий в этих школах, потому что от этого зависит жизнь и безопасность детей. В службе госнадзора отметили, по факту сокрытия документов будет составлен административный протокол. По действующему законодательству республики на директора, как должностное лицо, могут наложить штраф до 2000 рублей. Наказать могут и сам лицей, как юридическое лицо. Сумма штрафа до 500 РУМЗП. Степан Бугаев, Светлана Березовская, Первый Приднестровский телеканал. Продолжение темы. Накануне в молдавских СМИ была опубликована информация о якобы несанкционированном обыске, устроенном в теоретическом лицее имени Лучиана Благи Приднестровской прокуратурой. Сообщалось, что директор учебного заведения и его заместителю устроили допрос. Сегодня прокурор республики Александр Дели выступил с официальным заявлением. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и носит провокационный характер. Хотелось бы сказать, что ни один работник прокуратуры не был в данном лицее, не проводил никаких мероприятий проверочных в лицее и не опрашивал никаких лиц. Действительно, в адрес прокуратуры поступала жалоба граждан, в частности, от работников этого лицея, о том, что нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы в данной школе, трудовое законодательство. Нами было поручено контролирующим органам провести проверку.